Чашка кофе с Вероникой. Душевный разговор. И вот его Аркадий Лепницкий. Аркадий, приветствую. Привет, Вероничка. С одной стороны, сразу же хочу сказать, что у нас демократическая программа, мы просто пьем кофе. Поэтому, не знаю, с одной стороны, жанр интервью, наверное, предполагает говорить вы собеседнику. Но мы знаем друг друга столько лет. Да, мы не будем утрудняться с вы, так что начнем с ты. Начнем с ты. Скажи, пожалуйста, первый вопрос. Кофе. Как относишься к Вероничке? С удовольствием до 12 часов. У нас сейчас в расходном карте 3 часа дня. Да, потом только вино. Это потому что часто бываешь в Европе и так делают итальянцы? Стараюсь свои возможности выехать за границу, делать вокруг винных выездок. Так что все время, чтобы что-нибудь новое пробовать, учить. А бытует такое мнение, что здесь у нас нет хороших вин, ну разве какие-то редкие калифорнийские. Что скажешь за счету Америки? Не знаю, я по роду учебы прожил в обстоятельной Нью-Йорке 4 года. Я не должен сказать, что, ну выборочно конечно, но есть прекрасные вина и в Нью-Йорке, и в Лонгайленде делается. Норсвольк Лонгайленд, прекрасные вина. Ну, Калифорния, конечно, есть Калифорния. Там даже, я считаю, что европейские вина редко подходят к некоторым калифорнийским. А что еще в Европе лучше, чем у нас? Ну, знаешь, в некоторых странах, я должен сказать, медицину лучше. Да? Ну, опять же, это то, что я, вторая причина, по которой я езжу в Европу, это я стараюсь посетить, кроме винных предприятий, я стараюсь посетить клиники. Мне просто интересно, что еще где делается. И должен сказать, что есть места, я был в Германии, в Австрии, в некоторых клиниках, там, где довольно потрясно было. То есть, то, что я видел, я тут такого не встречал. Я сознательно не объявляю, не говорю о том, каков род занятий Аркадия. Думаю, наши умные зрители и так догадаются, чем он занимается. Но все равно теперь все-таки скажем пару слов об Америке. А что в Америке лучше, чем в Европе? Ну, демократия. В Америке, на самом деле, лучше, там много чего лучше. Тут как-то дышать проще. И можно заниматься тем, что ты любишь, чем ты любишь заниматься. Возможности безграничные. Если хочешь, дерзай, учи, лечи, твори. Так что я думаю, что в Европе немножко все-таки более скованные возможности с этой стороны. Ну, я все-таки хочу раскрыть карты, хотя Аркадий не хотелось сказать. Что мне всегда хотелось иметь осанку, ну, такую, если не королевскую, то как у Анны Ахматовой. Выправились с вас. Да, у Анны Ахматовой. И все время сын говорил, мам, пожалуйста, придут друзья, пожалуйста, не королевские. И вот так на гибку над компьютером я сидела. И вот Аркадий мне когда-то помог. Но на самом деле я там не самый такой важный пациент у него в клинике. Я смотрю, у тебя много творческого люда. Акробаты, танцоры. Как они вообще все тебя находят? Музыканты. Музыканты. И почему именно они? Почему именно так много творческих людей? Не, ну, на самом деле, во-первых, с творческими людьми интересно работать. Во-вторых, я, в принципе, люблю работать с профессионалами. Потому что когда ты не просто пытаешься убрать боль у человека, да, или там восстановить его обыденные функции, а пытаешься вернуть его в нормальный, достойный образ жизни, когда он может делать то, что он любит делать часами, и не испытывая при этом дискомфорт или боль, какие-то проблемы, то ты работаешь с человеком, который тебя понимает. И вот, во-первых. Во-вторых, который старается сделать все, что он может сделать, прислушиваясь твоим советам, для того, чтобы поменять себя, поменять то, что он делает, и в конечном итоге все-таки выйти на тот уровень, или это профессиональный уровень, или спортивный уровень, который мы можем оптимизировать в нем через различного вида изменений в его осанке, в его, в принципе, повседневной деятельности. Говорят, если человек до 40 лет не стал для себя сам врачом, то он просто дурак. Но на самом деле ведь иногда организм сам чувствует, через какую боль он проходит, или что ему нужно. Скажи, в твоей жизни, ты врач, было такое, что ты сам на своем личном примере приходил к какому-то виду лечения, или к пониманию того, что нужно твоим пациентам? Ну, безусловно, я считаю, что, в принципе, каждый человек себе врач. То есть мы теоретически знаем, что нам нужно. Мне кажется, человек имеет образование разобраться в этом, то есть физически, и тело очень часто привыкает к различным изменениям. Но для меня было время, когда я чувствовал, что я нахожусь под таким довольно сильным стрессом, и мне становится все тяжелее и тяжелее физически работать. И чувствовал, что и какое-то общее недомогание становилось моральное больше в процессе работы. Это то, что работаю много, и все-таки очень много энергии отдается при том, что я делаю. И я нашел для себя, я нашел определенные виды медитации, которые просто помогают довольно быстро вернуть себе общее состояние обратно, какие-то силы, какую-то энергию, и отключить себя, может быть, от какого-то негатива, который все-таки мы имеем дело с многими людьми повседневно, с большим количеством людей. И очень часто есть какой-то энергетический негатив, который ты на себя привлекаешь. Но я, честно говоря, за 18 лет практики и 25 лет, наверное, в принципе, работая с пациентами, я должен сказать, что я очень верю в то, что в самом деле человек может привлекать или отталкивать какие-то энергетические потоки. И научиться этого, это очень важно, если вы общаетесь с людьми. Ну, я вообще считаю, что мне кажется, что все завязано на энергетике личности плюс профессионализме. Поэтому в этот офис, слава богу, идут, идут и идут. Во-первых, поздравляю с открытием нового офиса. Надеюсь, что там в очереди будет сидеть еще больше акробатов, музыкантов и творческих людей. Ну, мы же не только их лечим, но и все. Но, безусловно, интересно просто работать с какими-то функциональными изменениями, которые ты можешь делать на много лет вперед. И это те люди, которые к этому стремятся тоже. Аркаш, легче общаться на русском или на английском? Потому что я частенько слышу, в офисе превалирует английская речь. Ну, я в Америку приехал в 16 лет. Многие, я знаю, мои одногодки, мне уже, слава богу, 42, приехав в таком возрасте, чаще, пройдя образование в Америке, чаще им легче говорить на английском языке. Видимо, потому что я очень рано попал, вернее, сразу попал работать в большую русскоязычную среду, и был вынужден по роду деятельности и работе общаться на русском языке, в том числе и медицинской терминологии. Я думаю, что мне одинаково просто или тяжело иногда объяснить пациенту, что с ним происходит на русском или на английском языке. Но, наверное, это хорошо, что все-таки я попал в такую среду, когда я смог не потерять и свой язык. И я думаю, что я и супруга детям пытаемся это также привить. За это большое тебе человеческое спасибо. Обе девчонки хорошо говорят на русском языке. Наверное, папа отыгрывает. Ну, причем, учитывая, что моя жена все-таки выросла в Америке, в годе, когда ее родители увезли с бывшего Советского Союза, поэтому, познакомившись с ней, она тоже довольно плохо общалась на русском языке. Но, так как мы уже знакомы, тоже больше 20 лет. Так что это отразилось на ней каким-то образом от тела. Ясно. Открою еще один секрет. У Аркадия очень много знакомых среди оперных певцов. Ну, не очень много, но достаточно. Есть, не скромничайте, доктор. У них что, тоже ломаются кости или просто интерес к великому оперному искусству великий? Нет, ну, я не буду сказать, действительно, мне это очень нравится. Я получаю огромное удовольствие, в принципе, от талантливых людей. Не важно, это фотограф или это певец, или это музыкант. Я считаю, что, если человек себя нашел в правильном направлении, в правильной индустрии, потому что слишком много людей, которые в своем роде несчастны тем, что они не попали в то или туда, где они могут себя реализовать. Вот, по-настоящему реализовать. Поэтому, когда человек нашел в себе этот талант и сумел его развить, этот талант, это, ну, нельзя не восторгаться этим. И, особенно, такой талант, музыкальный талант, я всегда хотел петь так. Ну, не получится. Вы нам нужны на вашем месте. Американские интервьюеры просто обожают задавать вопрос, где ты себя видишь через пять, через десять лет. Но я скажу по-другому, вернее, это тот же самый вопрос. Скажи, пожалуйста, каким ты видишь будущее своей клиники через пять, через десять лет? Куда ты стремишься со своей командой? Ну, хороший вопрос. На самом деле, я считаю, что, в принципе, для меня сегодня практика, это, слава Богу, стало больше как хобби. То есть, я имею возможность делать то, что мне нравится в своей же практике. То есть, я на работу, как на хобби. Я получаю удовольствие, я могу делать то, что мне нравится делать и позволить себе это делать. Как ты знаешь, у нас довольно большая команда. И мы занимаемся всеми родными деятельностями, связанными с порно-двигательным аппаратом. От обычной реабилитации до операции. И мне очень повезло в этом отношении с партнером, который, во-первых, предпотрясающий врач, во-вторых, мой очень близкий товарищ. В-третьих, человек с такими амбициями, интересами и тому подобное, которые очень хорошо прикликаются с моими. И поэтому будущее непосредственно моего направления я вижу в двух вещах. Первое, это работа и продолжение разработки того, что мы уже начали разрабатывать. А это медицина регенерации. То есть, регенеративная медицина. В чем это заключается? На сегодняшний день большинство врачей, особенно которые работают с болью, работают в основном с болеутоляющими. То есть, какими-то методиками, которые должны снять боль. Наша идея постараться отойти от некоторых этих методик, потому что они являются больше разрушительнее, чем восстановительнее. И сегодняшние технологии и препараты позволяют развивать сферу регенеративной медицины. То есть, мы хотим восстановить ткань. Восстановить хрящ в артритном колене. Восстановить надорванную связку. Не просто, чтобы она зашить ее. Или не просто, чтобы она фиброзной тканью закрылась. Чтобы обычные нормальные клетки возникли заново. И эта мышца срослась нормальной тканью. Которая завтра не перерывется опять. И мы уже несколько лет в этом направлении работаем. И пробовали, пробуем различные методики. И я думаю, что мы одни из лидеров и в лазерной медицине сегодня в Нью-Йорке. Первые в Америке начали делать внутрисусловные лазеры. И ударно-волновая терапия. Ну и многое другое. Мы делаем плейклэдс. То есть, берем кровь у пациентов. И при определенной обработке этой крови. Можем вести ее обратно в надорванную связку сухожилия или мышцу. Одновременно мы уже работаем и с плацентными клетками. Короче говоря, есть интересные разработки. Есть интересные направления. И его нужно развивать. Потому что это то, что восстанавливает организм. А не помогает ему дальше разлагаться. Только при этом снимая боль. Боль убрали и опухоли стали. Мне нравится эта идея. Запомните еще раз, друзья, это имя. Абкадий Лепницкий и его команда. Я уверена, что в этой линейке 22 века, где просто из человека будут давать вторую жизнь, будет стоять кофейный аппарат. Стоит. Ну, если стоит, тогда все в порядке. Спасибо. Продолжи, пожалуйста, фразу. Кофе это? Кофе это наркотик. Ну, на самом деле, я пытался, пытался, для того, чтобы улучшить здоровье, это не пить кофе. И мое утро без кофе, к сожалению, это сложный вариант. Это очень. У меня, ну, не всю неделю, но несколько дней в неделю я приезжаю в офис пораньше, там, к 7 утра, чтобы с 7 до 8, значит, позаниматься физической нагрузкой самостоятельно, даже с тренером. Открою секрет, с тренером. И потом уже, начиная в 8 утра, начиная прием. Так вот, девочки меня, секретаршу узнают, что в 8 утра нужно срочно заказать кофе доктору, потому что, ну, не сможет стать. Еще одну фразу, продолжи, пожалуйста. Нью-Йорк для тебя это? Ну, сегодня это мой город. Сегодня это, ну, можно сказать, наверное, родина, потому что, на самом деле, это тот город, который мне дал все, что я сегодня имею и в профессиональном смысле, и в личном смысле. Так что это мой город. Ну и раз ваш город, а вы наш доктор, ты наш доктор, продолжи, пожалуйста, фразу. Здоровая жизнь это? Это движение. И не перестану об этом говорить. К сожалению, когда мы говорим про профессиональные люди, мы чаще всего подразумеваем это люди, которые, опять же, к сожалению, много-много-много часов занимаются одним и тем же. Если это программист, он сидит у компьютера. Если это банкет, он опять сидит у компьютера. Если это стоматолог, он опять сидит у пациента. У рта. У меня просто очень много друзей и пациентов-стоматологов. Это просто люди, которые, в первую очередь, нуждаются в нашей помощи. Мы в их и в нашей. Музыканты, опять же, по 8-10 часов люди стоят в одной и той же позе и, значит, репетируют и тому подобное. Поэтому, если этот человек не найдет для себя по интересу какого-то дополнительного движения, это может быть ходьба вечером, это может быть бег, это может быть джим, плавание, да что угодно. Но если он не поменяет свою вот эту многочасовую осанку, к которой он привык на протяжении десятилетий, можно сказать. Чаще всего это так. Но это будет несчастный, больной человек, когда он уже наконец-то сможет ретаять. У нас вот такое, где-то мы знаем, что когда-то это случится, но когда никто не знает, поэтому мы все к этому стремимся. Но, опять же, это какое-то очень облачное понятие пенсия. Ну хорошо, у нас есть хороший пример. Доктор Аркадий Лепницкий, который любит жизнь, занимается спортом и нашел то дело в жизни, которое доставляет ему и его пациентам удовольствие. У нас есть подарок нашей маленькой, скромной программке. Всем, дорогой доктор, дарили одну чашку, а вам две. Для вас и для супруги. Это такие кофейные чашки счастья. Гадать не надо, будем строить 3-й, 5-й, 10-й офис или нет? Просто, когда вдруг что-то не заладилось или дождь идет, нужно сделать глоток из этой чашки и все у вас получится. Спасибо огромное. Красивая чашечка. Да. А чашка кофе встретиться с вами уже со следующим интересным гостем. А сейчас мы остаемся, где бы вы думали, у Аркадия Лепницкого пить хорошее, наверное, все-таки европейское вино. Чашка кофе с Вероникой. Хороший разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова